Здравствуйте, друзья! Как обычно, по пятницам в доле мы встречаемся с удивительными женщинами, которые делают этот мир лучше. Как правило, и чаще всего, это женщины из бизнеса, женщины, которые занимаются очень важными и большими делами в сферах финансов, экономики и прочее. Но иногда, слава богу, вовсе не обязательно быть бизнес-леди для того, чтобы быть великой женщиной. Сегодня у нас в гостях Ирина Анатольевна Герасимова, генеральный директор-художественный руководитель Российского государственного музыкального телерадиоцентра. Здравствуйте! Здравствуйте! Я много лет работала в паре с Володей Авериным, я думаю, вы знаете, наш замечательный радиоколлега, который просто, ну вот он с детства фанат оперы, балета, и он всегда мне говорил, как так, почему ты не любишь классику? Я не знаю, я не люблю, я не понимаю, я засыпаю, мне скучно, мне нудно. Не-не-не, у вас вот ключевое слово «я не знаю», вы с него начали, и в этом вся причина. Хотя я училась в музыкальной школе по классу гитары, меня доставали этими классическими, ну, из литературы, всё это было в моей жизни. Неправильно доставали, надо было по-другому. Да, и тут в какой-то момент, причём мой муж нашёл вашу радиостанцию, а мы такие, ну-ка, поколение MTV, чего мы слушаем, да, мы любим всё-таки такую музыку, другую, совсем бодрую и прочее, а он мне говорит, включи, вот послушай. Я, не знаю, может быть, от того, что это очень как-то созвучно езде на автомобиле, потому что радио чаще слушаешь в машине. Да, конечно. Но я поняла, что я даже позвонила Вове и сказала, Вова, я доросла. Так что просто это от меня отдельное вам личное спасибо. Спасибо. Ну, расскажите тогда нашим радиослушателям и мне тоже подробнее, что вообще такое Российский государственный музыкальный телерадиоцентр и чем вы там занимаетесь? Ой, чем мы только не занимаемся, это называется. Это всё очень просто. Российский государственный музыкальный телерадиоцентр – это наследник Всероссийского радио. Что это такое, да, Всероссийского редакции, музыкальной редакции Всероссийского радио, если быть более точной. То есть нам достались, перешли в хозяйственное ведение не только радиостанция классической музыки, но и художественные коллективы, такие как у нас есть два оркестра, оркестр имени Юрия Силантьева, оркестр симфонический, который раньше назывался, оркестр телевидения и радио, вот он как раньше назывался. У нас есть два замечательных хора, один академический хор, которому мы вот буквально в этом году справляем 85 лет, потому что он был создан в 28-м году, страшно подумать, я сама боюсь, если честно, я как-то про это думаю, думаю, боже, вообще, что это такое, вообще мне досталось. Вот, но у них все замечательно и хорошо, они очень востребованы на рынке, на академической музыке, их очень много приглашают такие знаменитые солисты, как Хворостовский, Нетребко, Спиваков, Гергиев, то есть вот это такой топовый, один из топовых коллективов, и я очень горжусь, что, в общем, каким-то образом имею к нему отношение. Вот, и совершенно знаменитый, тоже основанный в 45-м году, на минуточку, хор русской народной песни, это тоже такой легендарный хор, им занимался Николай Васильевич Кутузов, один из основоположников нашего фольклорного такого академического пения. Ну, то есть вот такие вот замечательные коллективы. Есть еще джаз-бенд, который раньше им руководил Георгий Арамович Горонян, который, к сожалению, нас покинул безвременно, и я скорблю до сих пор по этому поводу, но сейчас им руководит Игорь Контюков, его большой друг и соратник, и человек, великолепно умеющий делать все то, что называется джазовыми исполнениями, аранжировками и так далее, и так далее. Слушайте, ну это очень для меня необычно и удивительно, потому что, когда ты говоришь, ну, там, музыкальная редакция, это, ну, ты представляешь себе людей и плейлист, и какой-то набор звука, там, аудиофайлов, которые они разбрасывают по своей сетке. Вот это у вас, у поколения MTV такое представление. А как это, вот, радиоредакция вообще, у которой есть два оркестра, свои хоры и даже свой собственный джаз-бенд? Знаете, это очень здорово. Как это все? Что с этим хозяйством делать? Сейчас расскажу. Вот сейчас расскажу. Я когда пришла на эту должность, я тоже страшно растерялась, хотя уже к тому времени имела опыт определенной работы с радиостанциями. И, собственно, я всю жизнь этим занимаюсь. Вот. Но я растерялась, потому что, на самом деле, все то, что происходит с музыкальными коллективами, это немножко другой бизнес, да? Конечно. Если мы говорим о бизнесе, это действительно бизнес, но он совершенно другой. Они же хотят кушать музыкальные коллективы. Они хотят кушать, совершенно верно. И более того, ведь раньше, когда это было вот в недрах Всесоюзного радио, это же там совершенно другая специфика была. То есть у них была специфика делать записи в фонд. Ну, те песни, которые крутились потом на радио. Да, совершенно верно. Там была система такая, что люди из художественного совета отбирали музыкантов, заказывали, делали какие-то заказы композитору, потом все это исполнялось, потом все это записывалось, принималось худсоветом, закладывалось в фонд. И если ты уже записал это и положил в фонд, то это тебе гарантировало, во-первых, исполняемость на радио, и, во-вторых, востребованность в плане концертных каких-то там концертных съемок и прочее, прочее. Естественно, в 90-е, когда все сломалось, сломалась и эта прекрасная традиция, и коллективы, в общем, помимо записи, еще стали совершать всякие концерты, то есть заниматься концертной деятельностью. А это уже все немножечко другое. Это все очень тяжело, это нужно постоянно быть вот в этом рыночном, как бы сканировать, да, вот этот рынок, вот этот рынок, он сложный, он не такой, как шоу-бизнес. Это же все как-то надо администрировать. У нас есть продюсерский центр, который этим занимается. Да, сейчас мы уже вот немножко взбодрились, и мы уже понимаем, как это делать. И надо сказать, что я на нервной почве тут же вошла, значит, в какие-то международные всякие интересные, значит, ассоциации, которые занимались этим бизнесом, и многое поняла сразу. Потому что вот одна из ассоциаций, она так и называется, международная ассоциация, artist management. И это весь мировой менеджмент, ведущий, он, ну, такого академического, скорее, направления, джазово-академического, но там все, там такие величины, совершенно фантастические. Да, но на Западе, в принципе, вообще классическая музыка, она достаточно популярна и востребована, и там есть кого менеджерить, и публика ходит, и все очень радостно гастролируют, ездят, это постоянно какая-то активность. Ну, знаете, на самом деле у нас это все тоже есть. Проблема в том, что, к сожалению, это не очень известно, потому что наши основные каналы информационные, они это не знают, они этого боятся, и они это неправильно и недостаточно освещают. Поэтому у нас эта жизнь есть, она действительно реальная, богатая, красочная и невероятно востребованная публикой. Я сейчас, наверное, мне не поверят, да, вот, но на самом деле это так, публика ходит на эти концерты, она, например, очень хорошо знает, на что ей ходить. Публика выбирает концерт, там, скажем, очень известный, там, Requiem Verdi, это вот все залы забиты будут обязательно, Requiem Mozart, там, да, вот. Я какие-то известные такие вещи говорю, а, там, скажем, какая-то специфическая современная музыка, это придет совершенно другая публика, интеллектуалы такие уже от классической музыки. Но они придут. Они придут, и они очень хорошо следят за этим рынком и знают, что им нужно. Поэтому здесь очень важно понимать, и вот этот вот нерв публики, да, точно совершенно понимать, чего они хотят. И вам пришлось, получается, заниматься и вот этим артист-менеджментом, и каким-то даже маркетингом, что ли? Обязательно, мы, конечно, это делаем. Исследование вкуса публики? Да, обязательно. У нас есть фокус-группы, мы считаем, и радиостанцию. Надо сказать, что вот общепринятые такие вот подсчет для нашей радиостанции не очень годится, поэтому, к сожалению, мы вынуждены не заказывать эти исследования, а немножко сами этим заниматься, потому что, например, вы знаете, такой показатель АКЮАЖ есть у радиостанции, 15-минутное слушание, наш слушатель не слушает нас 15 минут, и когда его спрашивают, вы вот 15 минут слушаете, он говорит, нет. Естественно, попадает вот неправильный ответ туда, а на самом деле он слушает нас 3 часа. Это размер концерта или оперы, поэтому вот такие какие-то детали, которые, к сожалению, то, что годится для всех остальных, не годится для нас. Мы действительно немножечко особняком-то слушаем. У нас в гостях Ирина Анатольевна Герасимова, генеральный директор и художественный руководитель Российского государственного музыкального телерадиоцентра, и мы постараемся рассказать вам о том, как сегодня классическая музыка живет на радио и в телевидении. Продолжим разговор после новостей, оставайтесь вдоль. Мы вдоль с Ириной Герасимовой, генеральным директором и художественным руководителем Российского государственного музыкального телерадиоцентра и радиостанции, которые транслируют классическую музыку. Я хотела спросить, вот вы говорили о том, что у вас в хозяйстве РГМЦ, да, извините, хоры и оркестры, и вот в Советском Союзе это действительно был такой очень активный участник всех радиопостановок и передач и прочее, прочее. А мультфильмы они же озвучивали. Потому что когда слушаешь Союзмультфильмовские мультики музыкальные, там какого-нибудь Майдадыра старого еще, это просто потрясающие работы, и композиторские, и исполнительские. Ну я вам хочу сказать, что вот что было замечательно в Советском Союзе, это не было аутсорсинга. На самом деле это замечательная штука, потому что профессионалы делали хорошо свое дело. И действительно для этого использовались наши коллективы, не только наши, но тогда вот Всесоюзного радио, а их было невероятное количество на самом деле. Там был и какой-то ансамбль электроинструментов, и различные фольклорные какие-то группы, и там невероятное количество. Просто я стараюсь сейчас специально для своих детей покупать старые переизданные пластинки мелодии, где все сказки безумно круто озвучены, с потрясающей музыкой. И бывает, нарываешься на того же Майдадыра какого-нибудь, или какие-нибудь там сказки про лесных жителей, мультики, которые переозвучили на синтезаторе, и от этого прям тошнит, прям зубовный скрежет. Зачем? Это дешево. Это дешево, качество звука не то, там звук сыпется. Понятно, все эти архивы рано или поздно, к сожалению, оцифруются, но это просто чудовищно и отвратительно. А ваши вот нынешние подопечные, они их приглашают для таких вещей? Нет, вот совершенно нет, вот совершенно нет. Это дорого? Да, это дорого. Обычно для производителя это считается очень дорого. И поэтому довольно тяжелый процесс внедрения в постоянные какие-то проекты, которые, так сказать, должны быть озвучены оркестром. Оркестры это в целом 80-100 человек. Вот представляете, сколько репетиций. То есть вот бюджет... Как минимум, где их вообще всех рассадить? Это же не всякая студия потянет. Конечно, конечно. То есть это, в общем, довольно серьезный такой вот и действительно тяжелый бизнес. И к тому, чтобы посчитать вот этот бюджет, смету, понять. И когда производитель видит эти цифры, у него начинается просто паническая атака. Понимаете? Поэтому, естественно, он говорит, ну очень хочется живую музыку. Ну так хочется живой оркестр. Ну нет, вот сделаем все-таки синтезат, потому что это невозможно поднять. Именно поэтому нет гастролей. Именно поэтому недостаточно вот этих... Об этом все говорят. Просто вот этот вот, как бы сказать, вот эта индустрия передвижения по стране, озвучивание настоящими правильными инструментами, это, конечно, сейчас немножечко уходит, потеряно. И мы, конечно, сейчас понимаем, недаром вот все, раньше была модна цифра, вы знаете, да, все, что все... Вот цифровое вещание, а сейчас моден аналог. И вот упомянутая вами фирма «Мелодия» стала выпускать недавно, стала выпускать винил, между прочим. То есть вот народ как-то очень ностальгирует по вот этому замечательному чистому звуку, который раньше был везде, в том числе на радио и телевидении. Ну, народ вообще стал уходить опять в какое-то штучное ручное производство. Мы ценим часы, которые собираются руками, сумки, которые шьются индивидуально, там, по заказу и прочее, прочее. Но, к сожалению, наверное, в том, что касается именно индустрии развлечений, пока мы все равно находимся в некоем поле, ну, как сказать, я даже не могу... Не то чтобы посредственности, да, но некой... Ну, это шоу-бизнес, да, то есть это мир, в котором царят продюсеры, а не личности и не талант, да, потому что любого талантливого человека все равно загоняют в какие-то шоры в рамки форматов, в эту самую цифру и прогоняют его через эту машину. Выжить очень сложно. Понимаете, я всегда говорю, вот я очень много размышляла по этому поводу, действительно, потому что мне, например, физически больно слушать плохую музыку, ну, или неплохую, ну, просто, скажем так, стандартную, пошлую, там, недостаточно талантливую, там, ну, просто больно физически, потому что я знаю образцы, которые, которые как бы не позволяют мне, не позволяют мне вот воспринимать такой продукт, да. Это как в моде, вы знаете, что массовая мода, это вот на рынке ты можешь купить дешевую, черкизон такой вот, но есть образцы, есть эталоны, это от кутюр, да, вот то, что делает великий модельер, это тренды, которые задают тон всему. И те люди, которые не слушают классику, они не знают эталонов, и они воспринимают такой кошмар вообще иной раз, и говорят, ой, это так здорово, там такая мелодия, я слушаю, боже, какой кошмар, какое убожество, какое вообще, ну, объяснить ему невозможно, потому что он не видел, не знает, не слышал этих эталонов. Почему нужно обязательно детей учить классики? Почему нужно слушать классику? Даже если она тебе не нравится, ты рано или поздно, ты начинаешь отличать хорошую мелодию от плохой. Вот я всегда привожу в пример своего бедного водителя, Юрий Саниславович, вам большой привет, который вынужден слушать со мной кучу классики, потому что я ее слушаю, ну, просто фактически, вот как я сажусь в машину, я раз и включаю там, вот. Вот, и он, значит, мне рассказывает, как же ему тяжело сейчас вот слушать вот это, вот это, ну, потому что это же невозможно, это же плохо говорит он, я же не могу, я вот Чайковского я с удовольствием послушаю, и Шопена люблю, а вот это, а человек раньше, когда вот мы начали с ним сотрудничать, он вообще тяжело переживал, ну, тяжело переживал, а сейчас говорит, не, я это слушать не буду, потому что у него уже все, у него эталоны, понимаете? Ну, вы вот, наверное, как мало кто вообще можете объяснить причины того, почему мы в каких-то потребительских вещах, в товарах, в, не знаю, в том, как мы отдыхаем, как мы, каким мы строим дома, какие мы носим ботинки, мы стремимся к какой-то эксклюзивности и к какому-то индивидуальному подходу, а в том, что касается нашего образования, развития вкуса, творчества и прочего, наоборот, people have it, что называется, ведь вы, в общем, огромную часть своей жизни проработали именно музыкальным редактором и на телевидении, и на радиостанциях, из Советского Союза, да, и вы закончили консерваторию, вы человек с выраженным музыкальным вкусом и образованием, вы же видели это все в некоем, там, ну, в перспективе, да, весь этот... В развитии. Я хотела сказать в прогрессе, потом поднялашу, скорее в регрессе. Как вы думаете, в чем проблема, в чем причина, почему мы деградируем в плане вот именно каких-то... вот высоких вещей? Понимаете, это вот, наверное, в одной программе не расскажешь. Я тоже всегда размышляю над этим. И действительно, я начала в 85-м году. Я начала еще в гостелерадио. И я пришла из консерватории. И пришла, в общем, в массовую достаточно редакцию радиостанции «Юность», где нам еще делали пальчиком, говорю, не смей вот этого вот давать, не делай этого. В эфире «Молодежный канал», я еще помню. Да-да-да, «Молодежный канал» — это были все ворота, которые, на самом деле, выпустили Джина. Потому что когда пошел вот прямой эфир, мы, конечно, вздохнули все с таким большим облегчением, и у нас все это началось, и у нас пошли и рок-группы, и все, я это делала сама, и мне было тогда безумно интересно, потому что этого не было, это было новое, и мы сами, в общем, в каком-то смысле это все запускали. Да, Таня Бодрова, легендарная наша редакторша радиостанции «Юность», которая привела Градского, Градский привел там еще кучу всяких музыкантов, у нас начинали. Ну тоже, смотрите, вы говорите, вот ворота там, которые выпустили Джина, да, МТВ тоже всем нам говорили, вы открыли ящик «Пандоры», вы испортили поколение, но все-таки у нас был Майкл Джексон, а не Джастин Бибер, а у вас был Градский, а не какой-нибудь там, я не знаю, который без штанов прыгает по сцене, даже не хочу имя называть. Почему? Понимаете, еще были близки вот эти эталоны, вот это и вот это. Чем дальше это все отходит друг от друга, тем больше разрыв. Вот эти 90-е страшные, которые на самом деле, извините, ради бога, может, для кого-то они хорошие, но для меня они были, в общем, достаточно такими тяжелыми годами, и мы все это пережили, тогда легко. А сейчас уже так смотрим, иногда вспоминаем с мужем, думаем, боже мой, как мы все это вообще, что это, как это вообще случилось? Но тем не менее. Так вот, тогда о причинах. Ведь причина не только в средствах массовой информации. Причина в том, что перестали работать музыкальные школы. Причина в том, что перестали звучать песни детского хора, на которых выросло, и вы наверняка еще застали. Перестали вообще полностью были, как сказать, отрезаны, отстрижены вот эти вот... Мы же всегда все до основания, а затем... Да, вот это было до основания тогда. Настолько надоела тогда эта цензура, настолько надоела вот этот... Официоз. Официоз, коммунистический вот этот вот, что тогда все стригли просто под корень. И вот получилось так, что мне кажется, что здесь очень многое сложилось, да, и средства массовой информации, и в концертной деятельности. Сами понимаете, там «Ласковые май», «Белые розы» и все это, вот это упрощенное рыночное, «Черкизон» пошел везде. И чем позже мы начинаем вспоминать о хороших эталонах, тем вот этот разрыв, собственно говоря, становится... Очевиднее. Очевиднее, да. И вот сейчас уже понятно, что надо что-то менять в этом, вот надо возвращаться как-то, потому что чем дальше, тем будет хуже. Собственно, об этом говорят все сейчас, включая наше правительство, президента и прочее. Потому что, ну, как бы понятно, нужны какие-то другие эталоны, другие механизмы, которые будут впускать высокое искусство и ценить его. Вот, наверное, причины в этом. Ну, естественно, нужно обязательно все-таки школы. Школы, массовые школы обязательно, да, вот все... Мощная вот эта вот история с Всероссийским хоровым обществом, наверное, в курсе, да? Да. Напомните, пожалуйста, для слушателей. Для слушателей я напоминаю, что вот в прошлом году было создано Всероссийское хоровое общество. Оно было создано... Валерий Абисалович Гергиев им руководит. И под эгидой государства это все, в общем-то, мощно очень пиарилось, рассказывалось об этом. Кстати, сейчас огромный хор в, по-моему, две тысячи человек детей, сводный хор со всей России будет выступать на закрытии Олимпиады. И это действительно очень мощно. И первый вот такой вот пошел с Красной площади, был концерт, там был тоже сводный хор, две тысячи пел, это было очень мощно. Хотя я, даже я относился, в общем, достаточно скептически. Я уж молчу про прессу, которая по полной, извините за слово, оттопырилась, вспоминая Булгакова, да, вы помните, что хоровое пение дел недорогое, а польза от него целая телега. Вот это все вспоминали, но, тем не менее, это здорово. Это здорово, что у нас сегодня в гостях Ирина Анатольевна Герасимова, генеральный директор художественного руководителя Российского государственного музыкального телерадиоцентра. Вернемся после новостей. С нами в доле Ирина Герасимова, гендиректор Российского государственного музыкального телерадиоцентра. И мы сегодня говорим не о бизнесе, но и тоже об очень важной вещи, о нашем вкусе и о будущем наших детей. Вырастут ли они всесторонне развитыми творческими людьми и как вообще помочь им в этом состояться? В сердечном хоровое общество, вам кажется, что это первый шаг к популяризации классической музыки? Я надеюсь. Дело в том, что может быть хоровое общество и не будет популяризировать, но ведь хор это такая штука, вообще ансамбль, это учишься слышать своих, тех, кто рядом, понимаете? А это очень важно для нас, потому что, к сожалению, такой индивидуализм, очень распространенный в последнее время, он не дает услышать, а это очень полезно для людей, которые и в бизнесе тоже. А что касается не о бизнесе, я бы сказала так, что это все-таки бизнес. И сейчас все очень меняется. Вот если мы уже говорили о детях, да, вот, сейчас стали создаваться частные музыкальные школы, потому что программа обычных музыкальных школ не очень устраивает людей. Ну что, она очень сложная? Нет-нет, я бы сказала так, она не совсем соответствует современным потребностям, да, потому что дети хотят музицировать, дети хотят какую-то мелодию просто воспроизвести. Им не нужно профессионально учиться, им нужно просто знать музыкальную литературу. И иметь вкус. Иметь вкус, знать, что Петр Ильич Чайковский – это наш великий композитор, а еще у нас там есть Глинка, Мусоргский, Римский, Корсаков и прочее, да. А еще, так сказать, у нас есть там времена года, которые каждый приличный русский человек должен знать, что это такое. Не Вивальди, а Чайковского, да, ну и так далее. И поэтому людям надо такой вот, как бы сказать, музыкальный ликбез. Вот сейчас создаются частные музыкальные школы, например, это, кстати, о бизнесе. И они очень забавные, я читала про них, и там, например, жена, которая хочет порадовать своего мужа исполнением романса, она может прийти, заказать себе там пару-тройку уроков, ей поставят голос, научат ее правильно петь и расскажут, как это сделать. По-моему, это замечательно. А это можно за пару-тройку уроков? Ну нет, конечно, это я преувеличиваю, вот, но это здорово, это здорово, это такое вот непрофессиональное знание музыки, потому что оно очень тяжелое. Вот музыканты, это вообще страшная профессия, ну вы знаете, вы же тоже занимались музыкой, насколько я понимаю. И мне так стыдно, потому что я забыла все, у меня прям действительно фильтр сработал, и все это отвалилось и отрезало. И сейчас у меня вот старший сын учится в музыкальной школе, в Глиэра, на фортепиано, и я к своему дикому стыду не всегда могу помочь ему с домашкой по сольфеджу, потому что я ничего не помню. Ой, вы знаете, я вспоминаю, у меня еще было, в моей биографии это не написано, но у меня есть 9-летний педагогический стаж, я после консерватории еще преподавала с детьми, и у меня там были пару смешных... То же фортепиано, да? Фортепиано, да. Я всегда смеюсь, говорю, что я русская пианистка, бывшая. Красиво. Да, и у меня был мальчик совершенно замечательный, а вы знаете, что для наших слушателей я скажу, что сольфеджио это вообще такая дисциплина, где музыку, ну, немножко вгоняют в такие математические рамки. Да, да. И там, вот, например, аккорды, там масса всяких названий, например, там, мажорная трезвучия, минорная трезвучия, а есть еще тонический, там, терц-кварта аккорд, тонический секс-таккорд, кварц-секста аккорд, доминанта, да, субдоминанта и так далее. И вообще, я когда хочу очень сильно обидеть человека, я говорю, вот ты похож сейчас на нон-аккорд с раздвоенной квинтой, говорю я. Ну, в общем, это смешная история, но я вспоминаю моего, значит, ученика, ему было 11 лет, он пришел жутко расстроенный, я его спрашиваю, что с тобой, он говорит, у меня голова болит, и сольфеджио не получается. Я говорю, а что у тебя по сольфеджио не получается? Он говорит, понимаете, я никак не могу понять, что такое Т-34, это тонический кварц-секста аккорд. Вот их так учили, понимаете, что бедный парень, вот он смотрит на это, Т-34, вроде танк, 34, да? Причем здесь сольфеджио? А причем здесь сольфеджио? Причем здесь тонический терц-кварта аккорд. Вот детям, наверное, может быть, и не стоит вот это все, да, им как-то попроще, но чтобы они горели этим. Ну, вы знаете, я тогда расскажу вам тоже удивительную историю. Была Страстная суббота, мы ехали из дачи в Москву, как раз с Лукой, с моим сыном старшим, и накануне он меня очень долго, мы ходили в храм, он меня спрашивал, что случилось в Страстную субботу, как все это происходило, какие события, а я, при том, что буквально читала по этому поводу совсем недавно Евангелие, и, конечно же, как обычно, все забыла, и что-то ему там рассказала, как там жены-мироносицы ходили и прочее, прочее, но не все далеко, что вспомнила. И мы едем, значит, прекрасно по Ильинскому шоссе, красивые поля, заснеженные елки, я включаю радио, и там просто вот идет эта часть Евангелия, и всю дорогу домой он получил ответы на все вопросы. Всю эту евангельскую историю Великой Субботы он послушал на радио под совершенно потрясающую музыку, удивительными голосами, и это было какое-то, вообще-то было божье чудо для меня, да? Ну, когда мы приехали домой, я ему сказала, ты все понял? Он сказал, да. И потом мы пошли на всеночную, да? То есть удивительным образом, действительно, какие-то вещи с другой стороны, да, которые нам кажутся очень сложными и которые трудно объяснить детям. Очень легко. Они все, во все это они вникают и въезжают. Я все-таки стараюсь, чтобы это было доступно для массового слушателя. Ну, мы с моим программным директором Игорем Мавруцким, который большой специалист по программированию вообще радиостанций, но и вот в данном случае он, пожалуй, единственный, кто может хорошо придумывать, как спрограммировать классическую станцию. В меру попсово. В меру, в меру попсово. Да, да, это вот у нас в меру попсовое утро, по поводу которого мы каждый раз вообще там у нас перья летят, как мы, значит, там спорим. Вот. У нас более сложный день, и у нас совсем практически для профессионалов и любителей вечер, потому что каждый раз. У нас в 20.00 начинается концертный зал, и мы его позиционируем как этот зал, который вмещает всех желающих. И там просто концерты. Мы записываем, мы ведем такую работу, то есть мы как бы летописуем. В общем, самые значимые музыкальные события. То есть вы не только транслируете концерты, записанные где-то в мире, вы сами их пишете? Да, мы сами пишем. Вот со своими оркестрами. И со своими, и не со своими. То есть все, что вообще интересно по тому, что там, например, какое-то неизвестное произведение, которое редко исполняется, или, например, какая-то дата значимая, или потрясающий исполнитель приехал к нам сюда, мы с ним договариваемся, он нам дает права, мы, в общем, это все делаем, пишем. Круто, это как вот к нам, если приезжает какая-нибудь иностранная звезда, мы делаем с ней интервью, а вы делаете с ней концерт. А мы делаем, да, совершенно верно. И мы единственные, кто транслирует эти концерты. Потому что что транслируют обычно? Либо маленькое интервью, либо кусочек там вот начала какой-нибудь фразочки. Мы все-таки стараемся отдавать, полностью показывать нашим слушателям продукт, который привозят нам вот эти вот музыканты замечательные. А вообще идея создания радиостанции классической музыки, чья была? Или она всегда существовала, эта станция? Она существовала, вот я попытаюсь сейчас вспомнить, она существовала в рамках, если я не ошибаюсь, четвертой программы всесоюзного радио, в каких-то рамках, там, знаете, как всегда, как раньше было, там, два часа, это радиостанция, там, один, вот что-то такое было. И в 91-м году она оформилась как канал, и канал вещал достаточно долго, с 91-го года, но вещал, к сожалению, на УКВ. И вот только в 2005-м году нам удалось получить FM в Москве, и как бы с этого вот начинается некая новая, новый такой отсчет, потому что, конечно, доступ к каналу появился реальный, да, и качественный, именно в звуке качественный, тогда, когда появилась FM-частота. Да, но это же был такой вызов немалый для всех, кто делает эту станцию, потому что, ну, со всех сторон в 2005-м году еще очень были сильны всякие музыкальные радиостанции, сейчас, мне кажется, эпоха разговорного радио в большей степени, может быть, потому что я работаю на прекрасных радиостанциях, которые, ну, так или иначе с этим связаны. Я думаю, что причин в другом все-таки стали очень, их очень много, и они стали очень похожи на друга по музыкальному наполнению, да. И поэтому мы очень боялись, я честно скажу, вот сейчас уже можно раскрыть всякие тайны, то есть мы, когда выходили в FM-эфир, я тряслась просто как никто, потому что, боже, нас не будут слушать, мы отличаемся по звуку, у нас нельзя, у нас же там еще технические всякие моменты, потому что если все там сжимают звук, и, значит, с помощью специальных процессоров, нам нельзя, потому что ты сожмешь какого-нибудь дирижера, и ты теряешь совершенно даже не качество, а просто вообще форму исполнения, интерпретацию теряешь полностью, потому что здесь он не дожал форта, здесь он, наоборот, пережал пиано, и все меняется в классической музыке. И мы вот в этой линейке, мы были немножко другими, мы по-другому звучали, я очень боялась. Но как ни странно, нас стали слушать, ну, те, кто знали, естественно, и ждали, они стали слушать просто сразу и навсегда, а новую публику мы вдруг стали приобретать, потому что им стало интересно, мы не были похожи ни на что, они просто на новенькое вот пошли. И наша задача была не отпустить их тогда. Ну, попробуем, вот справляемся пока, слава богу, у нас аудитория растет, и я думаю, что, конечно, она не будет такой, как у массовых радиостанций, но это не потому, что мы плохие, а потому что просто действительно нишевая станция, да, узкая нишевая станция. Поэтому наша задача сделать просто очень красивый эфир, и чтобы классика не отпускала нашего слушателя, из машины не выпускала, от дома, от приемника, ну, вот будем стараться. А есть какие-то, наверное, же отзывы от публики? Мне интересно просто какая-то обратная связь, что люди говорят, пишут? Ну, конечно, есть, я вспомнила очень смешную историю, тоже расскажу. Мы ночью без диджеев, без ведущих работаем, и, к сожалению, просто нет такой возможности, и мы ставим на автоматы и даем такие вот большие программы, и нас с большим интересом слушают те, кто там в ночную смену, у кого там дети, вот с большим интересом, они все пишут, естественно, на форумах, на разных, и на нашем, и на каких-то других форумах. И случайно, значит, я наткнулась на замечательную запись молодой женщине, у которой маленький ребенок, она часто по ночам, значит, с ним там занимается, она говорит, я вас умоляю, не давайте похоронных маршев ночью. Очень страшно. И таких очень много. Некоторые благодарят, некоторые ругают. Старшее поколение, им надо все очень медленно, все рассказывать, все вот объяснять, объявлять. Они ругают нас. Они не понимают, почему мы делаем там, скажем, не целиком симфонию, а там какую-то часть. Вот очень трудно с ними. Но в основном те, кто нас слушает, конечно, нас хвалят. А, собственно, музыкальное сообщество, оно идет навстречу? Потому что ведь тоже, ну, звезды же очень все великие, да, и частенько... Я как человек, который работает, например, на маленьком телеканале, у меня есть музыкальная передача, туда очень трудно заманить. Это акустический концерт такой, Unplugged, очень, на самом деле, хорошие, в хорошем звуке, с очень душевным разговором. Туда безумно трудно пригласить каких-то популярных и раскрученных людей, потому что они говорят, ну, что мы там о вас забыли на вашем спутниковом канале, нечего нам там делать, только пустая трата времени. Как вы заманиваете больших звезд? Поговорим после новостей, оставайтесь вдоль. У нас вдоль Ирина Анатольевна Герасимова, генеральный директор и художественный руководитель Российского государственного музыкального телерадиоцентра. Мы говорим о том, ну, о хорошем вкусе, о классической музыке, и о нравах классических музыкантов. Ведь действительно же, помимо того, что никого не поймаешь, все вечно на гастролях в какой-нибудь ласкале выступают. Вот, так еще же, как бы, могут и сказать, ну, что мы тут у вас забыли на вашей маленькой радиостанции? Могут, да, могут. И с ними действительно сложно работать. Вообще, это мир особый, я должна сказать. потому что, скажем так, топовые фигуры, с ними вообще надо работать очень долго, хитро. Завоевывать доверие? Завоевывать доверие. Как бы, подкарауливать информационные поводы, когда мы им нужны. Да, и вот когда ты уже, так сказать, подкараулил и в какое-то нужное время им помог, тогда они уже, так сказать, отвечают. Ну, это сложный момент. Есть, правда, люди... И, кстати говоря, вот новое поколение музыкантов, оно немножко другое. То есть, если раньше великие музыканты считали, что пресса должна к ним сама идти и как бы падать в ножки, и, так сказать, да, там, вот делать все то, о чем я рассказывала, то молодые музыканты понимают, что вот это пространство СМИ, оно им необходимо, и не только им лично. Оно необходимо для того, чтобы продвигать классическую музыку в целом. Я только хотела сказать, ведь должна же быть у них вообще некая ответственность за популяризацию классической музыки в массах, потому что, ну, невозможно там силами одной радиостанции или даже целого там музыкального телерадиоцентра все равно достучаться до широкого круга слушателей. Красивые, популярные люди, как и в Ростовске, и Нетребко, или там Георгиев, или Спиваков. Они всем известны, абсолютно. Они не менее известны, чем Пугачева. Совершенно верно. Это правильная политика, это понимание вот этого единого информационного пространства, в которое встроена и должна быть встроена классическая музыка. Надо говорить и объяснять это. Мы очень много объясняем и рассказываем. Один знаменитый оркестр, который мы обхаживали несколько лет, не буду, как бы, говорить, называть. Значит, мы объясняли, у них немножечко старые понятия. Вот, например, мы пишем концерты, мы идем с просьбой, дайте нам записать ваш концерт. Его услышит не зал в 1300 мест, да, вот людей, которые придут, а его услышат 400 тысяч по Москве, его услышат там миллион по России, и его услышат еще европейские вещательные радиостанции, вот, Европейский вещательный союз, и там очень большой идет обмен именно классическими такими концертами, и они невероятный интерес проявляют к нашей российской школе, рынку вообще российской классической музыки, потому что это вообще одно из таких вот валютных направлений, ну, в кавычках, естественно, и в смысле валюты. То, в чем мы преуспеваем. То, что имеет спрос на Западе, реальный. Но, к сожалению, они не имеют доступа к информации. Телевидение не показывает, не вещает, там ничего вот этого нет, да, и тут мы, здрасте, а у нас тут вот 4 концерта фестиваля знаменитого нашего русского оркестра со знаменитым нашим композитором и великолепной программой. И вот смотрите, у нас что получилось в этом году, я посмотрела, было довольно забавно. Мы дали им 35 концертов, это где-то 40 часов вещания. А запросы, то есть нас забрали на 370 часов. Бразилия, Япония, Австралия. Я не говорю о европейских странах, это так, мелочи, да. Но вот эти, Америка, Канада. То есть интерес в мире к нашему вот этому направлению колоссальный, колоссальный. И я забыла, о чем мы с вами говорили. О том, что артистам самим должно быть понятно, что надо популяризировать классическую музыку у себя на родине, а не только в Бразилии. И когда я эту историю рассказала директору этого оркестра, и сказала, что нам, они все боятся, что мы их запишем и куда-то продадим. Это глупость. Наживётесь. Да, наживёмся вообще бешено просто, бешеный будет спрос на это, и мы наживёмся. А они не очень понимают, им кажется, то есть ценности немножко разные. Для них вот этот ребёнок, которого они сделали и сыграли на концерте, вот это исполнение, интерпретация, для них ребёнок, да, они его очень ценят, они боятся отдать его в незнакомые руки. Это совершенно понятно. Но понимать, что об этом ребёнке должны знать все, это надо им рассказывать. И это наша задача, задача СМИ. Вот, ну, ваша вотчина называется Российский государственный музыкальный телерадиоцентр. В чём телесоставляющая? Ну, скажу вам честно, к сожалению, ни в чём. Мы сейчас очень, мы давно хотим. Но у нас были более такие, как бы сказать, задачи, задачи сиюминутные, это выход на ФМ, создание хорошего портала музыкального сайта. А, кстати, хочу сказать для слушателей. Те, кто вот не хочет слушать, например, нашу радиостанцию, но любит, например, фортепианную музыку, у нас на сайте сделано сейчас шесть каналов просто. Например, канал Клавир, и там только фортепиано. Канал Бель Канто, и там только оперное пение. Канал там, вот это мы всё создавали, поэтому мы считали, что это более такой важный вариант. А вот название теле нам осталось тоже от... То есть оно как бы изначально существовало, но телевидение в наследство не дали, к сожалению. И мы очень хотим это сделать, но пока не сейчас. Ну, то есть у нас ведь есть только канал Культура, где мы можем слушать классическую музыку в той или иной форме. Насколько я понимаю, у них там уже все механизмы выстроены самостоятельно. Ну, естественно, но канал Культура, он всё-таки не музыкальный канал. Не музыкальный, да. Это же, вы понимаете, это про всё. Но у нас нету ни Меце, ни Арте, ничего такого. Да, совершенно верно, и мы очень хотели сделать. А теперь рассказываю. Зачем нужны коллективы радиостанции? Открою секрет, хотела сказать, но не успела. Вот, кстати, о телеканале. Вот если мы делаем свой собственный телеканал, то мы должны иметь права на ту музыку, которую мы вещаем. И в этом смысле, вы представляете, да, то есть вот чтобы показать, например, какой-то топовый оркестр, надо выкупить права, иначе мы не имеем права показывать. То есть, да, ты не можешь выкупить у Моцарта его права на реквием, но ты должен... Исполнительские права обязательно. Прав очень много. Это исполнительские права, авторские права. Я не знаю, вот эти вот бродкастинговые права. То есть нужно обязательно... Их невероятное количество. Танец с бубнами. Абсолютно. И в этом смысле мы даем редакционное задание нашим коллективам, что мы хотим записать какое-то неизвестное произведение великого композитора Фомина, которого там старинный композитор, да, или Бортнянского. Наш коллектив прекрасно записывает права наши. Показывай не хочу. Поэтому на Западе очень принято... Вот BBC имеет свои коллективы, шведское радио имеет свои коллективы. Там все знают Баварское радио, у которого шикарный хор и оркестр. То есть они очень четко соображают, для чего это нужно. Конечно. И не оставляют эти коллективы только для концертной деятельности, а используют их именно как... В эфире. Как производственную такую вот силу. Как производящую структуру. Эфирную единицу. Эфирную единицу. Совершенно верно. Но пока все-таки с телеканалом даже на спутнике, даже на кабеле ничего нереально. У нас Олимпиада. Да, у нас Олимпиада. Ирина Анатольевна, а вот вы говорите, что вы унаследовали Всесоюзное радио. А вы архивы унаследовали Всесоюзное радио? Хороший вопрос. Частично унаследовали, да. Нам досталось уникальный архив, нотный. Не поверите, у нас ноты композиторов всего советского периода. А в ручном исполнении, то есть... Авторские экземпляры? Да, есть это, ну не все, естественно, но как бы, есть авторские экземпляры. И такие композиторы, которые получали заказы от Гостелерадио, и, значит, вот эти ноты сдавали, вот там прямо переписка, что вот это не исполнялось, вот это вот мы там просим. Я мог подумать. Я имела в виду файловые архивы музыкальные, а у вас, оказывается... Да, у нас гораздо более интересные. Файловых у нас много, поэтому я как-то вот... И основные все-таки файловые архивы Гостелерадио, это Гостелерадио фон. К сожалению, у нас только вот с 90-х годов, но тоже кое-что есть, конечно, у нас огромный архив, интересные музыки, интересных интервью с интересными музыкантами, это все есть. А что с нотным архивом тогда? А с нотным архивом мы сейчас приводим это в порядок, потому что невероятное количество там этих единиц хранения, мне еще пришлось освоить еще библиотечную... Профессию. Профессию. Вот. Много всего, но очень интересный архив, который включает в себе ноты, начиная с 1800 какого-то там года. Ничего себе. Да, и с пометками композиторов, дирижеров, исполнителей, в общем, это такая вот архивная такая вот специальная история, которую сейчас делают мои музыковеды, причем не просто архивист, а архивист-музыковед, такой профессии уже нет, понимаете? То есть у нас сплошной эксклюзив везде получается. Но у вас эксклюзив еще и в том, что вы одновременно являетесь генеральным директором и художественным руководителем, как бы, казалось бы, взаимоисключающей, да, физики и лирики понятия. Как вам удается это совмещать? Я всегда отвечаю на этот вопрос очень просто. Я с девяти до шести генеральный директор, а после шести, когда концерты начинаются, я художественный руководитель. Все просто. Вот, но на самом деле, конечно, я больше занимаюсь директорскими делами, но поскольку в силу своего образования я достаточно осведомлена о каких-то профессиональных моментах, в сложные жизненные ситуации музыкантов я вмешиваюсь и стараюсь их решать в меру своего понимания. Ну и, соответственно, не только жизненные, но и какие-то профессиональные, концептуальные вещи. Вот это мы обсуждаем. И, насколько я понимаю, пока музыканты довольны, то есть какие-то вещи нам удается решить совместно. И в этом, собственно, заключается мое художественное руководство. Но я руковожу очень аккуратно. Вообще с творцами нужно гладить их по голове. Ну да, это да. Просто быть директором – это же все равно все держать в руках не только в вопросах творческих, концептуальных, но и какую-то хозяйственную часть. Ну, конечно. Но это несложно, потому что тоже опыт есть. Это же не только здесь. У меня всегда была какая-то хозяйственная часть в руках. Ну, и потом, конечно, у меня хорошая команда, они мне очень помогают, которые тоже довольно давно со мной работают. А молодежь приходит в команду? Приходит молодежь. У нас сейчас очень хорошие ребята в продюсерский отдел взяты, в пиар-отдел. И я вот все время мечтаю, чтобы еще и на радиостанции у нас побольше молодежи было. Хотя тоже появляются. У нас сейчас интересные ведущие. Вот два замечательных мальчика работают. Но это очень сложно. Сразу говорю, специфика в чем? Специфика в том, чтобы приходил не просто музыковед, а приходил журналист, который может рассказать о музыке, понимающей в музыке. Так как это сегодня постарались с вами сделать мы. Ирина Анатольевна Герасимова, генеральный директор, художественный руководитель Российского государственного музыкального телерадиоцентра, была сегодня с нами в доле. Слушайте классическую музыку, друзья, и, пожалуйста, включайте ее детям. Хорошего дня. Спасибо, до свидания.